Почему эти поверхности все разные? Почему мы утверждаем, что никакими разрезаниями и склейками невозможно получить, скажем, из трех склеенных торов, пять склеенных торов? Вот невозможно. Как ни старайся. Есть некоторая числовая характеристика. Есть некоторая характеристика. Да. Эйлер – это ученый. Замечательный швейцарско-российский ученый. Да. Он половину жизни жил в России, половину – в Швейцарии и Германии. Это действительно замечательно. Ребята, сейчас невозможно себе представить, чтобы какой-то крупный ученый предпочел бы Россию и другим странам. Тогда это можно было. То есть уровень развития России тогда все-таки более-менее соответствовал. И Эйлер, иногда ему было приятнее жить там, иногда ему было приятнее жить в Петербурге. Это было в истории, да. Сейчас это, конечно, невозможно абсолютно. Чтобы крупный ученый какой-то бы жил в России, это совершенно невозможно. Вот. Но тогда это было возможно. Замечательная величина – количество вершин, минус количество рёбер, плюс количество граней. Нарисуй, пожалуйста, несколько многоугольников, более-менее случайным образом, проследив вот зачем, чтобы у них было всего четное количество сторон. Ну, например, нарисуй там, не знаю, шестиугольник. Нарисуй рядом треугольник и пятиугольник. Отлично. Теперь проставь, сколько будет шесть, плюс пять, плюс три? Четырнадцать. Четырнадцать. Значит, произвольным абсолютно образом проставь буквы А, хочешь А, хочешь раз чертой, где угодно. Можете свою такую картинку, можете его. Мы сейчас при помощи Эйлера-карактеристики поймём, что это за поверхность. Во-первых, ориентируемая или неориентируемая. Как вы считаете? Ну, сейчас узнаем. Посмотрите. Хорошо. Здесь написано «Ж», «Ж» с чертой. Нормально. Как мы знаем, это то самое, что приклеит сферу. Нет, я не хочу, чтобы ты сейчас занимался упрощением этих слов. Это, конечно, тоже можно, но я хотел бы побыстрее. Скажем, а в степь 9 точку А? Нет, не в этом дело. Надо сейчас понять, ориентируемая или неориентируемая. Что для этого надо сделать? Хорошо. Для этого надо посмотреть, удается ли эти три компоненты ориентировать. Так, чтобы при склейке было всё хорошо. Итак, давай, например, запустим вращение по часовой стрелке вот здесь. По часовой стрелке вращения. Тогда что у нас происходит? Мы видим ребро А, дальше Д, и дальше Д. Вообще-то всё. Если вы увидели Д и Д, то при склеивании происходит нарушение ориентации. Д и Д – это проективная плоскость. Значит, то, что у нас получается, это какая поверхность? Неориентируемая. Значит, это будет одна или несколько проективных плоскостей. Помните ли вы, чему равна Эйлерова характеристика проективной плоскости? 2 минус n. Пиши формулу туда. 2 минус n. Нет, слева. Вот здесь. Вот 2 минус n. Так, а Эйлерова характеристика ориентируемой? 2 минус 2n, где n – количество торов. У сферы 2, у тора 0, у двух торов минус 2 и так далее. У проективной плоскости 1, у двух проективных плоскостей 0, у 3 минус 1 и так далее. Отлично. Вот теперь давайте посчитаем Эйлерову характеристику того, что мы здесь напридумывали. Мы действительно взяли случайную поверхность, поэтому как это сделать? Сколько было отрёбок? Нет, для начала граней. Три граней. Три граней, абсолютно очевидно. Три граней. Рёбер сколько? Было 7. Ну, 2 умножить на 7, да. Было 7 рёбер, значит, минус 7. Ну, теперь тяжёлый вопрос. Сколько вершин? Встает где-нибудь точку А. Да. Точка А является концом ребра А. Поэтому это то самое, что это точка. Да, согласен. Оно является началом ребра Е. Поэтому это то самое. Почему? Ребра Д. Сколько? Ребра Е. Точка А является началом ребра Е. Является началом Д. И концом тоже. Оно является концом ребра Е, поэтому это тоже точка А. Да. Точка А является концом ребра Б. Является questão ребра Е. Нет, нет, стоп. А ты уверен, что все? Нет, на пятиуголь. Нет, стоп, стоп. Почему это А? Потому что это конец ребра. Да, согласен. Точка А – это начало ребра, поэтому… Да. Точка А – конец ребра С. Да. Так, поставим следующую точку, точку Б. Б будет начало ребра Б, то есть это будет точка Б. Хорошо. То есть вершин две? Нет. Есть еще вот эта точка. Точка Е – это особая. Да, 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 да. Есть еще третья точка. Вот. Все? Три вершины, да. Ставим три. Ммм, как интересно. Получилось минус один. То есть три проектива. И то же самое торт, склеенный с проективной плоскостью. Да. Ну вот. Заметьте, ребята, вычисление Эйлерговой характеристики – это намного легче, чем резать клей. То есть, нет, в принципе, резать клей тоже можно научиться. Это, в общем, нетрудная процедура. Но вычисление Эйлерговой характеристики не требует никакой фантазии. Вы просто вот идете и подсчитываете. Заметьте, грани и ребра крайне легко посчитать. С вершинами немножко возни. Надо отслеживать там, где конец, где начало какого ребра. Но, с другой стороны, не так уж и сложно. Итак, Эйлерговая характеристика – это могучий инструмент для работы с поверхностями. Эйлерговая характеристика. Продолжение следует.